Американский журнал Rolling Stone обожает составлять разные списки. И так как журнал музыкальный, то и списки тоже. К примеру, у них есть огромный список 500 лучших песен всех времен. А на их сайте есть списки 100 лучших песен каждого десятилетия. Сегодня мы с вами разберем пятерку лучших песен нулевых и найдем что-то полезное для вашего английского. Хотя подождите, наверняка вам будет интересно услышать мнение музыкального эксперта. Он и про музыку, и про английский может рассказать. Антон, передаю слово тебе. Привет! Сегодня разберем пятерку лучших песен нулевых и найдем в них что-то полезное для вашего английского. А в конце выясним, какая из этих пяти песен самая классная претендует на звание главные песни нулевых. В общем, заваривайте чаек, будет интересно. С вами онлайн-школа English Show, Антон, и мы начинаем. Пятое место у британской певицы M.I.A. и песни Paper Plants. Короче, привет Дурову бумажной самолетики. Слово fame означает славу или репутацию. Еще можно перевести как молва. И есть такое выражение, стать известным. Книжное выражение, в общем. Он стал известным в 90-х, как телеведущий. Кстати, в песне подняты серьезные вопросы об иммигрантах и отношении общества к ним. В одном из интервью M.I.A. сама сказала... Это о людях за рулем такси, живущих в халупах, кажущихся угрозой обществу. Однако это не так. Ведь к моменту, как ты закончил 20-часовую смену, ты так устал, что ты просто хочешь вернуться домой к своей семье. Кстати, после эта песня стала саундтреком в фильме или, как мы его знаем, миллионеру из трущоб. Мне кажется, это самый популярный фильм в списке любимых фильмов. Вот кого не спросишь, у каждого второго именно этот. Четвертое место в списке лучших песен нулевых у группы OutKast и песни с очень многозначительным названием Hey Yeah. Тем не менее, там тоже встречается интересное слово. Спасибо Богу за маму и папу, за то, что они держались вместе. Ведь мы не знаем, как. Глагол stick часто используется в значении приклеивать или наклеивать, типа стикер. Ты использовал клей-пистолет, чтобы прикрепить рисовую бумагу к переплету? Но еще мы можем сказать Stick to. Это значит держаться кого-то или чего-то. Например. Держитесь плана. Или вот дельный совет от Ватсона. Давайте придерживаться того, что мы знаем, да? Придерживаться фактов. Кстати, год назад девушка по имени Элизабет выложила в ТикТок видео под названием Songs that hit different when you know what they're written about. Песни, которые воспринимаются по-другому, когда вы знаете, о чем они. Согласно ее теории, эта веселая танцевальная песня на самом деле очень грустная. Якобы в ней поется об отношениях, в которых люди не любят друг друга, а просто боятся остаться одни. Он говорит о том, что люди остаются в современных отношениях, потому что не хотят быть одни, а не потому что любят друг друга. Главное, не портите переводом другие веселые песни, типа Ла Бамбы. Иначе под что будут устраивать убогие конкурсы для пьяных людей на корпоративах и свадьбах. Непонятно. А еще она сказала, что ребята из OutKast добавили пасхалку в песню. В строчке Вы все не хотите слушать меня. Вы хотите просто танцевать. А после того, как видео в ТикТоке стало вирусным, группа выпустила вот такой твит. На какую-то часть это песня Эй Баб, песня для танцев, а на большую часть The Saddest Song Ever Written. Самая грустная когда-либо написанная песня. Вообще, песни и фильмы на английском – это крутая возможность выучить язык. Вы расширяете словарный запас, лучше понимаете на слух и схватываете правильное произношение и интонации. Именно поэтому… Свечка совершает свои колебания. Нет. Именно поэтому школа English Show создала курс для изучения английского по всемирно известным фильмам. Что это такое? Это учебная программа, в основе которой вся необходимая грамматика английского. Но вместо скучных и часто устаревших примеров отработки тем, методисты English Show взяли 74 известных фильма и разобрали их на аудио и видеофрагменты. То есть вы узнаете новые слова, отрабатываете грамматику, учитесь слышать и слушать со своими любимыми персонажами. Джеком Вор... Простите, капитаном. Джеком Воробьем, Спайдерменом, Марти Макфлайем, Доком и множеством других. А еще English Show открывает каждому студенту доступ к проекту с носителями и к разговорному клубу. А значит, у вас будет разговорная практика не только с преподавателем, но и с другими людьми. Так вы прокачаете все сферы английского и научитесь свободно разговаривать. Кстати, вводный урок курса бесплатный. Нужно просто поучаствовать в коротком опросе. Найти его можно в описании. Идем дальше. Третье место у жены Джей-Зи, Бейонса. Песня Crazy in Love. Припеве поется... Твоя любовь сводит меня с ума, если дословно твоя любовь заставляет чувствовать меня сумасшедшей. Мы можем использовать глагол get и окончание in, если хотим сказать о том, что что-то вызывает или к чему-то приводит. Проще понять на примерах. Это заставило меня задуматься. Этот фильм заставил всех в зале плакать. Потренируемся? Напиши в комментариях фразу «это видео заставило меня учить английский». Давай-давай, я слежу, серьезно. Нет. А вообще сингл Crazy in Love вошел в дебютный альбом певицы, и вот что она о нем сказала. Классное выражение. It feels like something. Такое чувство, что... Или похоже, что... Опять же, понять проще на примерах. Feels like rain. Похоже, что будет дождь. Или... I know what that feels like. Я знаю, каково это. I know what that feels like. На втором месте списка Rolling Stone песня Jay-Z. Разбирать ее сегодня не будем, у нас все-таки есть возрастной ценз на канале, но там есть все-таки одна классная, повторяющаяся и вполне цензурная фраза. Hit me. Да, дословно это переводится «ударь меня» или «врежь меня», но это еще переводится как «порази меня». Например... Hit me. Еще от себя добавлю, что эта фраза «hit me» была в названии одной известной песни, Бритни Спирс. Hit me, baby, one more time. Hit me, baby, one more time. И там «hit me» означает «позвони мне». Ну, такой сленг был у подростков в то время. Однако песню эту запрещали публиковать под этим названием, потому что звучало как будто «ударь меня еще раз». Призыв к насилию уже, очевидно. Ой, дураки, а... Поэтому, спорим, вы даже не замечали этого, но абсолютно всегда и везде, где эта песня публикуется официально, она называется многоточие «baby one more time». Но все и так понимают, о чем речь, правда? А на первом месте в списке... Налс Баркли. Crazy. Вообще, если название Налс Баркли вы слышите впервые, то вы наверняка знаете вокалиста. Силоу Грин. Тоже нет? Ну, тогда слушайте песню, она точно должна быть вам знакома. Песня вышла в 2005 году, то есть она почти совершеннолетняя, ей 17 лет. Интересно, у нас есть зрители, которые младше этой песни? Дайте знать в комментариях. Кстати, интересно, что группа впервые с этой песни выступила в эфире MTV, и одеты они были. Костюмы из «Звездных войн». В песне есть классное выражение. Выражение «out of touch» обозначает потерять связь. Можно сказать в прямом смысле, он будет без связи или вне зоны действия сети. А еще можно сказать в переносном смысле, потерять связь с кем-то или с чем-то. И если мы говорим про потерять связь в смысле общения, то есть еще противоположная фраза «in touch». Ну вот, допустим, Он обещал быть на связи, но на самом деле мы не общаемся несколько недель. А вот журнал Billboard поставил на первое место в топе песен нулевых другую песню. Группа Destiny's Child с песней... Ой, это надо по-другому сказать, сейчас. Кстати, в припеве есть полезный фразовый глагол Должно быть, нет причины, почему ты ведешь себя странно. «Никто не удерживает тебя вдали от меня». «To hold back» означает «сдерживать» или «удерживать». Вот, например, можно сказать «Don't hold back», «не сдерживай себя». Или «Nothing can hold you back», «ничто тебя не остановит». «Nothing can hold you back». Пишите в комментариях, какая песня, на ваш взгляд, является главной песней нулевых. Может, это «Crazy» от Nulls Barkley? Или «A Destiny's Child?» А может, у вас есть свои варианты песен, которые должны быть на первом месте? Ждем ваши сентябрь-гори... Ой, то есть, ждем ваши варианты в комментариях. Вот такой топ у нас получился. Пишите в комментариях, ждете ли вы продолжения и хотите ли, чтобы мы перешли к другой эпохе. Допустим, ближе к нашему времени, лучшие песни в 2010-х. Пишите комментарии, ставьте лайки и не забудьте пройти в описании по ссылке «Опрос» и получить бесплатный урок обучения английского по фильмам. Спасибо, что смотрели. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok